Так, вот это ловко. Вот это? Правильно, сюда. Это что за рыба? Сорожка. Нет, лечь. Правильно. Не просто научиться ловить рыбу, но и понять все тонкости рыбалки, выработать в себе правильные к ней отношения, помогут подросткам-священнослужителям. В Духовно-просветительском центре состоялось открытие настоящей экологической школы. Детско-юношеский рыболовный клуб – одно из ее направлений. Мы не претендуем на высокий уровень мастерства, спортивный. Хотя бы для начала собрать детей, кто действительно хочет рыбачить, привлечься к природой, живому общению. Это, во-первых, и отдых, и эмоциональный, моральный, и физический отдых на природе. Как-то у меня с детства все хотелось, но то меня туда не возьмут, то деда меня не возьмет, то папа, погода плохая. А тут хотя бы какие-то базовые знания, потому что я в рыбалке вообще ничего не понимаю. И какие-то базовые знания хотя бы хотелось бы получить. Кроме рыболовного клуба для всех желающих будут проходить занятия в экологическом классе. При сотрудничестве с экологической инспекцией и отделом образования муниципального района уже разрабатывается совместный план действий. Спасибо вам большое. Дело в том, что, занимаясь экологией, чувствуя окружающий мир, слыша его, любя его, мы становимся добрее, мы становимся внимательнее друг к другу. Я надеюсь на то, что с Божьей помощью мы все наши начинания не только в теории будем описывать, но и реализуем в практике все наши проекты и с Божьей помощью все у нас будет. Изучение правил взаимоотношения человека и природы, участие в различных экологических акциях, волонтерской деятельности, исследовательские и проектные работы – всем этим предстоит заняться ребятам уже в ближайшее время. Особая роль для юных рыболовов. Их уже ждут удочки и увлекательные путешествия.